Ну и последний бой нашей дневной программы, а я напомню, что будет еще вечерняя, в которой выступит сборная России против сборной США. Так что не пропустите нашу вечернюю программу, которая начнется в 6.55, без 5.7 вечера. Посмотрим молодую американскую команду, которая проходит здесь на Кубке Мира, так скажем, первую обкатку. Так вот случилось, что в своем первом матче на Кубке Мира по жребию Россия вышла на Америку. А у нас на ринге олимпийский чемпион Аблонгер Солис Фонте против Ильгара Мамедова, который выступает за команду Таиланда. Солис, еще раз напомню, был олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 килограмма. Но так как у кубинцев не нашлось сильного тяжеловеса, у супертяжеловеса, правильно сказать, выступавший за команду Кубы Михель Нунис, у него еще вторая часть фамилия была, честно говоря, она вылетела у меня из головы, вторая фамилия. Так вот, он выступил в Афина крайне неудачным, должен был выступать здесь, но сочли за благо выставить Солиса. Поправился немножко, да? Да. А медленнее не стал, как мне кажется. Александр, здесь вы немножко... Справа попал очень хорошо сейчас. Александр, он и не медленнее стал. И слева. Он почерк свой не потерял. Да, наверное, правильно. Он не потерял свой почерк. Он так же боксировал. Левый боковой сейчас. Да, ну тут четырех раундов не будет. А вот давайте тебе, дорогие любители бокса, представим. Счет 5-5 Россия Куба и последний бой. Тимурзиев в Солис. Как, Александр? Подгораем? Вы знаете, я надеюсь на Тимурзиева. Но давайте не будем загадывать. Давайте, давайте. Я Олимпиада в Афинах многому научила в этом плане. Снизу сейчас хорошо ударился. Да, такое своеобразное, да? Сгнется, да? Вот обратите внимание, туловищем гнется. Вроде казалось бы, он делает это как-то, ну... Некрасиво, да? Не совсем так технично. Но тем не менее, удары просто скользят мимо. Нет, хорошо он делает. Может быть, действительно не так это... Не совсем по правилам. Не совсем по правилам, да. По правилам техники, будем говорить так. Все, все своеобразно, но правильно. Да. И вовремя. И вовремя. Вот я что боялся, что по поводу... Изменится, не изменится. Нет. Не изменился, не изменился. Скорость осталась прежняя. Но для тяжеловесов, для тяжеловесов он очень быстро. Да. Очень спокойно он, конечно, отработал этот раунд. Аура Афонтик. Аура Афонтик. Сейчас один из повторов. На себя выдергивает. Выдернул и ударил справа навстречу. Вы знаете, такие обманные удары. Вот на себя выдергивает. Как только бросается соперник на него. И тут же встречает. Но не успевает. Немножко смазано. Немножко далеко. Он его, вернее, близко подпустил Мамедова. А так по исполнению не получилось. Но по задумке было все продумано. Сейчас было видно, как корпус выгибается и уходит от удара. Солис. Мы, кстати, с вами не говорили про рефери на ринге Евгений Судаков. И лучший судья наш, россиянин, и лучший судья Олимпийских игр. Ну, Мамедов решил подраться. Правильно. Это его единственный шанс, если он у него есть в этом бою. Технически ему солится не переиграть. Вы знаете, команда по-любому проиграла. Но, тем не менее, есть какое-то самолюбие, да? Что просто так зачем проигрывать? Это внушает только уважение. Он борется, он хочет. Сейчас смазал чуть-чуть справа удар. Солис. Навстречу. Хорошие чувства у Соли со временем удара, да? Он чувствует, когда наносит удар. Противник только двигается. Он тут же бросает встречу справа. Он, по-моему, взмог сейчас по печени неожиданно ударил. От корпуса попал, да. Да. Все, выкинули полотенце. Выкинули полотенце. Слишком низковато летело полотенце. Такого высокого роста неправильно бросили. Но это уже другой вопрос. Вы знаете, а Солис мне понравился, Александр. Солис мне понравился. Понравился. С прискорбиванием сообщаю, что мне он тоже понравился. Я ожидал как-то лучшего. В нашу сторону. То есть, лучшего мне Солис понравился. Я очень надеялся на то, что он... Безболезненно, да? Переход его во вторую супер тяжелую категорию прошло безболезненно. Наши надежды на то, что он там потерял скорость. И там что-то не оправдались. Ну, ладно, поживем, увидим. Итак, победил от лайнер Солис Фонте. 10-1. С таким счетом сборная Кубы победила сборная Тайна. Хорошее впечатление оставила кубинская команда, не так ли? Какое еще она могла оставить? Да, я хотел спросить, а что она когда-то плохое впечатление оставляла? Нет, ну, они приехали с сильнейшим составом. Четыре олимпийских чемпионов и весли. Да, с самого начала, если я говорил о том, что сам Сагара готовила Кубку мира. И в базе, на базе Чехова, на нашей базе, где они тренировались, он их тренировал, Сагара. Это показатель. Да, тут показывают повторы этого, моментов этого боя. Ну что, хорошее впечатление, да. Знаете, что очень, вот тут урок, он бьет, Солис, и видит, куда бьет. Он бьет выборочно, он бьет правильно, он не бьет, куда попало. Ну, я еще раз повторю, что свой первый матч сборная Кубы выиграла с отсчетом 10-1. А вечером боксирует российская команда. Причем со сборной США. Так что... Нет, со сборной Белоруссии они сегодня борются. Ой, я оговорился. Со сборной Белоруссии. Со сборной Белоруссии, да? Да, у нас в группе команда Россия, Белоруссия и США. Просто вчера так уверенно... Ага, ну, значит, сборная России боксирует со сборной Белоруссии. До вечера. До вечера. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok